Привет, друзья! Вначале пройдемся по тому, какие видеокарты можно ожидать по слухам в самое ближайшее время. Видеокарту AMD Radeon 7600 XT, скажем так, народный RDNA 3, можно ждать уже 25 мая, и эта карточка должна прийти на замену для 6700 XT. И также будет и видеокарта по слухам 7600 XT на замену 6650 XT. Будет ли она, также представлена 25 мая, пока неизвестно. А вот по видеокарте RX 7800 XTX точной даты релиза пока нет, но всплыли возможные характеристики. Карта будет основана на чипе Navi 31 и будет иметь 16 гигабайт видеопамяти GDDR6, подключенной к шине 256 бит. Ожидаемый теплопакет у данной видеокарты будет 300 ватт, а уровень производительности примерно как у 4070 Ti. В конце мая ждем видеокарту RTX 4060 Ti и возможно 4060 не Ti, но по данной видеокарте пока слишком мало информации, вполне возможно, что она выйдет все-таки несколько позже. Видеокарту RTX 4050 ждем в июне. По слухам, у всех трех карт RTX 4060 Ti, 4060 и 4050 будет лишь 8 линий PCI-Express 4.0, но вряд ли это значительно скажется на производительности, даже если у вас материнская плата с поддержкой лишь только PCI-Express 3.0. В интернете уже много тестов, да и мы свои делали, где демонстрировалось, что 8 линий PCI не является главным ограничителем даже для более производительных карт. Но критики в интернете прицепились именно к 8 линиям, когда как главным ограничителем производительности для данных видеокарт может стать все-таки память, как с точки зрения ее объема, так и с точки зрения пропускной способности памяти. Здесь и ширина шины влияет, и скорость модулей. Если кто-то из вас ожидает, что производительность за ту же цену значительно так вот вырастет, когда выйдут новые карты, то лучше все-таки, наверное, на это не настраивайтесь, чтобы потом не разочароваться, потому что и AMD, и Nvidia уже пришли к концепции, когда они стараются продавать производительность за цену. И от выхода нового поколения видеокарт производительность за цену обычно не так уж сильно и растет, если растет вообще. Но периодически происходит снижение цен на видеокарты, и в такие моменты, да, действительно, производительность за цену улучшается. Но это не обязательно будет привязано именно к релизу новых видеокарт. Но Nvidia и AMD, они могут так вот немножечко подсластить эту горькую пилюлю тем, что добавляют новые технологии и снижают тепловыделение и энергопотребление. Тепловыделение и энергопотребление это важно в первую очередь для тех, кто играет на ноутбуках или на портативных игровых устройствах. Но что касается технологий типа там DLSS2 или генерации кадров DLSS3, лично я против них ничего не имею, потому что графика в играх это изначально в значительной мере обман. И я не против обмануться еще, если графика не ухудшается, если в не появляются какие-то проблемы. Но при всем при том я получаю более качественную картинку и больше FPS. В таком случае я только за. Однако я уверен, что даже среди наших зрителей, которые сейчас смотрят это видео, найдутся те, кто купил себе какой-нибудь там 4090, чтобы играть без всяких DLSS2, DLSS3, FSR и так далее. Только true настройки, только хардкор. Но сегодня мы все-таки поговорим о более доступных решениях, более народных. Хотя, как вот сказать более народных? 4050, какая у нее будет предполагаемая цена? Может быть там 23 тысячи рублей плюс-минус вот так вот в Ингану, а там уже увидим, когда эти карточки появятся. Я ведь еще помню эти времена, когда 25 тысяч рублей это была стоимость флагмана 780 Ti. А сейчас за эти деньги предлагается карточка по сути с уровнем ниже среднего. По слухам, 4050 будет иметь лишь 6 гигабайт видеопамяти, при ширине шины 96 бит. Также ожидается 2560 кудоядер, как и у нынешней старшей из двух 3050. Но благодаря микроархитектуре Ада Лавлейс и техпроцессу 4 нанометра, ее производительность, скорее всего, будет между 3050 и 3060. И даже выше, чем у 3060 при включении DLSS3, которая поддерживается на микроархитектуре Ада Лавлейс, но не поддерживается на Ампер. Мне вот так кажется, что именно на поддержку DLSS3 и будет делать ставку маркетинг NVIDIA в тех материалах, которые будут опубликованы, когда 4050 начнет поступать в продажу. Вопрос в том, готов ли народ платить. И в случае с наиболее дорогими видеокартами, теми, которые уже доступны на рынке, ответ на этот вопрос похоже, что не так, как того же дал Хуанг. Медиа пишут, что сейчас на Западе видеокарты дешевеют. Я проверил популярные сайты и вижу, что на Ньюэк в США и на Computer Universe в Германии 4070 Ti и 4070 доступны по рекомендуемым ценам. 800 долларов или 750 евро за старшую и 600 долларов или 530 евро за 4070. Это рекомендуемые цены, но не цены ниже их. То же самое касается и более дорогих карт вплоть до 4090. Наш поставщик из Китая Владислав также сообщает, что цены на видеокарты у него пока не снижались. Есть и статистика продаж из популярного в Германии магазина вроде как Mindfactory. Если верить данному источнику, то NVIDIA и AMD идут практически ноздря в ноздрю по количеству проданных карт. 1640 карт у AMD за неделю и 1740 у NVIDIA. Для сравнения карточек Intel в том же магазине было продано всего 10 штук за ту же неделю. Кто эти 10 человек? Покажите мне их. При этом средняя стоимость проданной видеокарты AMD была 595 евро, а в случае с NVIDIA 811 евро. Итого, картами AMD наторговали почти на миллион евро, картами NVIDIA на 1 миллион 400 тысяч евро примерно, Intel менее 3000 евро. Впрочем, 3000 евро тоже деньги, на дороге не валяются. Бестселлеры это Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Eagle OC. Это первое место. Второе место MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio. И третье место XFX Radeon RX 6800 XT Speedster Merck 319. А вот с карточками MSI GeForce RTX 3060 Ti Super 3X, которые не имеют никакого отношения к видеокартам NVIDIA Super, случился конфуз. И СМИ пишут, что по требованию NVIDIA MSI пришлось данной карточке отозвать, по всей видимости, для того, чтобы их переименовать, чтобы покупатели не думали, что это карты 3060 Ti Super. Сами наворотят зоопарк в названиях, а потом не знают, что с ним делать. В медиа уже была информация, что NVIDIA ограничивает производство графических процессоров из-за избыточных запасов. И если информация о завале на складах NVIDIA верна, то через несколько недель или даже месяцев цена может снизиться, по оценке Владислава, который как раз и занимается продажей видеокарт. И то, если на то будет воля Хуанга, а биткоин внезапно не будет снова по 60 тысяч долларов. Ведь все в этом мире взаимосвязано на уровне экономики. Кстати, и со смартфонами происходит ровно то же самое. IDC сообщает, что поставки смартфонов в мире падают седьмой квартал подряд. И по количеству проданных устройств это худший результат за 10 лет, то есть с 2013 года. Из плюсов. Осторожный оптимизм и надежда на то, что уже в обозримом будущем цены начнут снижаться. Потому что если покупатель не голосует рублем за такие вот задранные в потолок цены, то производители обычно вынуждены снижать цены для того, чтобы продать то, что лежит на складах. Из минусов это может сказаться на технологическом прогрессе с точки зрения перехода уже на новые поколения, на новые техпроцессы. Потому что производители тоже начинают экономить, меньше инвестировать, больше осторожничать, опасаясь, что они не смогут все продать. Но об этом мы поговорим буквально через минуту. Сейчас поговорим о кофе. Тести кофе. Это мой самый любимый бренд кофе в нашей стране. У ребят новейший парк лучшего мирового оборудования. Ростеров для того, чтобы точно контролировать параметры обжарки. И color-сортеров для того, чтобы удалять испорченные зернышки. При этом цена на 250 грамм кофе начинается у них с отметки в 469 рублей. А бесплатная доставка идет от 600 рублей. В обычных магазинах я ни разу не встречал такого же вкусного и ароматного кофе. Но оно и понятно. В магазинах кофе нередко лежит месяцами. А Тести кофе буквально жарится под каждого клиента. При этом еще и бывают разные степени обжарки. Кому как больше нравится. Если у вас есть своя кофейня, я однозначно могу рекомендовать попробовать Тести кофе. Возможно, вам и вашим клиентам понравится так же, как понравилось мне. Ну и даже просто, если вы покупаете кофе себе домой, то у ребят есть скидки накопительные. Есть подарки за каждые 6 патчей кофе. Есть дополнительная скидка на 15% уже от нас по промокоду HITEC15. Ссылка в описании. Итак, что же нас ждет после текущего поколения видеокарт? Начнем с NVIDIA. Актуальное поколение видеокарт NVIDIA это NVIDIA Adela Vlays, которая основана на техпроцессе TSMC 4N. А вот будущее поколение Blackwell, по слухам, будет уже основано на TSMC N3. Чипы с одинаковым количеством CUDA ядер станут занимать меньшую площадь, благодаря более тонкому техпроцессу. Напомню, что нынешний 4N это улучшенный N5, а вот N3 должен иметь плотность уже на 70% выше, чем у N5. То есть себестоимость одного CUDA ядра станет ниже для NVIDIA, несмотря на возросшую на 25% цену пластины, а производительность будет выше. По самым оптимистичным прогнозам в 2,6 раза с учетом перехода на новый техпроцесс. И вот тут вкрался облом, по всей видимости, как раз вот из-за плохих продаж текущего поколения Adela Vlays, RTX 4000 серии, относительно того, что ожидал Хуанг. Ранее предполагалось, что Blackwell по вот этим утечкам должен выйти в 2024 году, в будущем году. Но сейчас аналитики уже говорят о том, что релиз будет перенесен на 2025 год, так как NVIDIA не зарезервировала под заказ чипов Blackwell соответствующие мощности на TSMC. Лучшим графическим процессором серии Blackwell станет GB100 для серверов. Игровые решения будут начинаться с GB100 II, и никакого чиплетного дизайна там не будет. Кристаллы пока будут только монолитными во всей игровой линейке. Себестоимость каждого квадратного миллиметра чипа RTX 5000 будет на 25% выше, чем у чипа Adela Vlays. Но и производительность тоже будет значительно выше. Так что NVIDIA вроде как не собирается наращивать количество CUDA-ядер во флагмане, где останется 144 SM-блока. Но сами SM-блоки будут переработаны. Также, ввиду поддержки технологии RTX Overdrive, о которой я рассказал в прошлый раз, NVIDIA будет иметь смысл наращивать производительность RT-ядер и тензорных ядер. И действительно сообщается, что их производительность также вырастет. Источники слуха утверждают, что видеокарты на NVIDIA Blackwell получат поддержку GDDR7. Но это логично для 2025 года. И 512-битную шину памяти. Во что верится, откровенно говоря, с трудом. Если это действительно будет так, то пропускная способность памяти сможет достичь 2 и 3 терабайт в секунду при скорости работы видеопамяти 36 Гбит в секунду. Частота ядра сможет достигать 3 ГГц, а интерфейс будет PCI-Express 5.0. Дополнительные подробности об архитектуре Blackwell могут сообщить уже на конференции GTC 2024 в марте будущего года. Но на самом деле не факт. И это совсем не означает, что сами видеокарты Blackwell также будут представлены в 2024 году. Как я уже сказал, ждем их, скорее всего, не раньше 2025 года, если внезапно экономические показатели не улучшатся и все не побегут покупать текущие видеокарты, освобождая склады. Теперь про AMD. Я считаю, что графическая архитектура Arden A3 получилась действительно очень удачной в сравнении с Arden A2 по соотношению производительности к тепловыделению, но, увы, не в сравнении с NVIDIA ADA Lovelace. Однако потенциал Arden A3 еще не раскрыт полностью, и мы все еще ждем аналог DLSS 3 от AMD, который должен быть представлен, показан в конце июня. Это будет пока демонстрация, сама технология будет выпущена несколько позже. Однако технология FSR 3, она не будет полностью копировать то, что сделали NVIDIA в DLSS 3. На самом деле она реализована будет немножко иначе. AMD будут использовать, в отличие от NVIDIA, интерполяцию, но также с учетом векторов движений. И тесты покажут, насколько хорошо это будет по части картинки, насколько хорошо это будет по части производительности. Но NVIDIA смогли сделать самое главное, и это уже показал и наш тест, и тесты других каналов, что DLSS 3, она не дает на самом деле очень большой задержки дополнительной для игр. И комфорт игры, удовольствие от игры, плавность игры, все это сохраняется для синглплеера точно. Также я думаю, что многие используют DLSS 3 уже и для каких-то соревновательных режимов, но, конечно, если речь не идет о профессиональных геймерах. Ну а что касается FSR 3, то AMD еще предстоит пройти этот путь, потому что технология пока, вот потому что я читал в сети, имеет проблемы именно как раз с задержками. И AMD активно решают эти проблемы для того, чтобы задержки минимизировать. Самым главным преимуществом FSR 3 лично для меня должно стать то, что ее можно использовать на разном железе, в том числе на существующих видеокартах NVIDIA, AMD, Intel. Вот все мы этого ожидаем. И на самом деле главное, чтобы была поддержка в максимальном количестве игр. Я думаю, что это будет очень ценно и для портативных игровых приставок, которых сейчас стало очень много. Asus, вот точнее ROG, показали свою приставку LI, и уже известно, какая у нее производительность. 8,6 Teraflops. Это значительно больше, чем у PlayStation 4 Pro, и это уже достаточно близко к показателям PlayStation 5, у которой там 10 с небольшим терафлопс производительности. Понятно, что нельзя напрямую сравнивать производительность игровых консолей и ПК-железо, чисто потому что, когда игру делают под консоль, там все притирают, все оптимизируют, делают так, чтобы она максимально хорошо и плавно работала и так далее, и тому подобное. На ПК-производители игр, они зачастую так сильно не заморачиваются. Тем не менее, это очень высокая производительность, и вот этот вот чип Z1 Extreme, на котором основана ROG LI, он очень интересен. И я думаю, что он станет еще интереснее именно с выходом FSR 3, потому что в каких-то ситуациях можно будет понизить на портативке теплопакет, чтобы повысить комфорт гейминга, продлить автономность. В каких-то ситуациях можно будет выставить настройки повыше или получить большую плавность геймплея. Также на базе RDNA 3 уже был анонсирован ряд других портативных консолей от разных производителей, в том числе AOC ZOE, я не знаю, как правильно читать, A1 Pro и AENIO 2S. Еще до релиза новинок на базе RDNA 3 я заказал себе предыдущую модель на базе RDNA 2, это AENIO Air+. И если вам будет интересно, я могу сделать ее обзор, рассказать какие-то впечатления, но сейчас, наверное, всем уже будут интереснее новые консоли на базе RDNA 3 все-таки. И вот как раз у новой AENIO 2S чип почему-то не AMD Z1 Extreme, а Ryzen 7 7840U. И по всей видимости это одно и то же, ну по крайней мере по характеристикам. 8 потоков, 16 ядер, графика 12CU, RDNA 3. По всем этим показателям 1 в 1 Z1 Extreme, но название почему-то другое. AMD уж показала и первые тесты чипа, более 60 FPS, Full HD, CFS R2 в достаточно тяжелых играх на низких настройках. Мне кажется, мы входим в новую эпоху прототивного гейминга, но я думаю, что все-таки по-настоящему мы это прочувствуем лишь после выхода FSR 3. Примерно тогда же, когда появится RTX 5000 на базе Blackwell, должны появиться и видеокарты на базе RDNA 4, Radeon 8000. Также на 3 нанометрах TSMC. Изначально слухи были о том, что RDNA 4 выйдет в 2024 году, но пока вроде как только Apple сделала заказ на 3 нанометровые продукты, поэтому и эти видеокарты раньше 2025 года мы, увы, не ждем, если вся эта информация подтвердится. К сожалению, сегодня, по-моему, просто невозможно говорить о новостях технологий, не затрагивая новости экономики. Хотя, конечно, кому-то из наших зрителей это может и не понравиться. Но ситуация такая, что сейчас появилась информация из достаточно серьезного источника, что ФРС США может еще два раза в ближайшее время повысить ключевую ставку. И рецессия в США, скорее всего, будет. Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гуглите все сами и так далее. Но в любом случае, такого, что банки сыпятся, банки банкротятся, банки спасают, банки выкупают, банки идут под вынужденное слияние, такого не было с 2008 года, сейчас это происходит. Сейчас то же самое произошло с четвертым банком. Все это после роста ключевых ставок. Если еще два раза повысить ключевые ставки, вы можете сами предположить, что будет. Я уже говорил, как это связано со стартапами, потому что эти банки, допустим, тот же банк Кремниевой долины, он стартапы очень сильно кредитовал. Я вот не знаю, как сейчас там с получением кредитов можно ли так же вот легко прийти в банк и сказать, «Эй, у меня интересный стартап, дайте много денег». И там даже вот так вот рассказывали, что не особо разбирались. Выстрелит стартап, не выстрелят. Всем практически давали, чисто если идея более или менее интересная. Сейчас я не уверен, что это есть, но если вы в Кремниевой долине, расскажите, пожалуйста, что там и как происходит. Помимо этой информации, есть еще информация, что ЕЦБ повысит ключевую ставку. Она совсем недавно была отрицательной, по-моему, минус 0,5 пункта. Сейчас уже она ушла в плюсы, причем вполне ощутимые плюсы. И возможно дополнительное повышение. Это отразится на банковской сфере, если все это произойдет. То, что будет происходить с банками, отразится на технологических компаниях и на их показателях, на их инвестициях, на их желании и возможности выпускать какие-то продукты. Если люди будут больше экономить, меньше будут покупать, в том числе технологических продуктов, то они будут, соответственно, приносить меньше прибыли этим самым компаниям. Я вот говорил до этого о завале в плане складов с видеокартами, так то же самое происходит и с телефонами. Продажи в количестве штук упали до тех значений, которых не было 10 лет, с 2013 года. Экономика влияет на технологии, все это очень сильно взаимосвязано. И для нас здесь важно то, что крупные компании начали отменять по всплывшим данным свои заказы на 3 нанометра на TSMC на 2024 год, для того, чтобы, по всей видимости, перенести их на 2025, если у них, конечно, нет планов о размещении крупных заказов на других заводах, например, на заводе Intel в США, кто знает. Ну и не будем забывать про Samsung. И, кстати, спала информация, что AMD размещает заказ на 4 нанометрах именно на фабриках Samsung. И большой вопрос, что это? Может быть, они делают какую-то ограниченную партию конкретных чиплетов для одного из своих дизайнов и будут комбинировать TSMC и Samsung. Может быть, они там будут делать APU. А может быть, в AMD что-то знают по поводу того, что будет дальше с TSMC, с учетом того, чьим советником является Лиза Су. И поэтому они постепенно готовятся к полному переходу на Samsung. Такую версию тоже нельзя исключать. По актуальной информации, архитектура Ardian A4 может иметь на 50-60% лучшую производительность на ватт по сравнению с Ardian A3. И общую производительность топовых видеокарт можно ждать в два с лишним раза выше в сравнении с нынешними видеокартами при росте теплопакета. По словам Red Gaming Tech, Ardian A4 станет совершенно новой архитектурой с крупными изменениями. У данных видеокарт будет один большой GCD, графический вычислительный блок, который будет разделен на один или несколько GC по 48 CU исполнительных блоков. Во флагманском решении количество CU может увеличиться до 144, против 96 у нынешних флагманов. Память флагмана может достичь 48 ГБ и также ожидаем версию на 32 ГБ. Для игр на сегодня это пока еще избыточное значение, но для работы неплохо. Карты будут комплектоваться памятью GDDR7, а кэш будет значительно увеличен. Будет множество внутренних улучшений и переработок в конвейере, что должно повысить производительность на CU для определенных инструкций в два раза. Вырастет и производительность EE и трассировки лучей. Шина будет PCI-Express 5, а техпроцессы будут гибридные. 3 и 4 нанометра для одной видеокарты для разных кристаллов. Частота ядра будет более 3,5 ГГц. На самом деле было бы круто, если бы, когда вот Ardenite 4 вышла на рынок, AMD решили выпустить на ее основе условный чип Z2 Extreme, у которого производительность была бы уже выше, чем у PlayStation 5. Потому что это позволило бы принести в портативный гейминг не просто там 60 FPS на низких настройках с FSR, а уже может быть и на высоких, и на очень высоких. И многим больше и не нужно было бы. Отличная производительность, портативность, можно взять с собой куда угодно. Да я думаю, такие брали бы уже и для работы. Подключил к монитору, клавиатуре, ко всему остальному эту самую портативку, и можешь решать какие-то достаточно тяжелые, сложные задачи. Круто. Ну ладно, хватит об AMD, поговорим об Intel. Intel подтвердили, что название будущих процессоров изменится. И если мы привыкли к тому, что у нас Intel Core i3, i5, i7 и i9, то теперь... А теперь что? Официально они пока не сообщают, что конкретно, но уже всплыла информация, что чипы будут называться Intel Core Ultra. По-нашему или Ultra, как говорят у них. И лайк, если при слове Ultra вам вспоминается голос Раисы Ивановны с радио Ultra. Hello people, с вами я, Раиса Ивановна. Давняя была история. Ну ладно, вернусь, собственно, к названиям. Все это будет выглядеть как Intel Core 3 Ultra или Intel Core Ultra 3. Ultra 3. Как это вообще вы говорите? Почему нельзя было просто назвать чипы Intel Core 3? 5, 7. Просто вот Intel Core 3. Зачем нужно что-то еще сюда добавлять? Не понимаю. Вот скажите, пожалуйста, согласны вы со мной или нет? У Intel на самом деле такая же ситуация, как, я думаю, сейчас и у многих компаний. С точки зрения технологий вроде как все налаживается, вроде как все хорошо. Те же ARM на базе фабрик Intel будут производить свои собственные чипы. Раньше они этого не делали. Вместо них чипы производили всякие там Qualcomm, Mediatek, Apple и так далее на базе архитектуры, которую они лицензируют. А сейчас это будут уже ARM-овские чипы и они будут производиться в Америке на базе, ну или там в Британии, на базе фабрик Intel. По техпроцессам 20 и 18 финализированы спецификации и производство может начаться уже в следующем году. А это перспективные техпроцессы. Что касается чипов на базе Intel 4, это собственные процессоры Intel следующего поколения, они уже нормально производятся. Если эта информация верна, были решены проблемы с массовым производством, потому что до нас уже доходила информация, что эти чипы есть, их мало, их тяжело производить, какие-то проблемы. Вроде как Intel все эти проблемы решила. Но финансовые показатели плохие. Скажем так, у Intel все не очень хорошо у них идет с продажами и это все отражается на доходах самой компании. Ну и раз уж мы заговорили о процессорах, то как не вспомнить про историю с AMD и горящими чипами? Вроде как разобрались. Напомню, что выходили из строя достаточно массово процессоры 7950 X3D с дополнительным кэшем. Все засуетились, забегали, начали разбираться, что происходит. Выяснилось, что и младшие чипы с X3D кэшем тоже выходят из строя. И обычные процессоры Ryzen 7000 серии тоже выходят из строя. AMD сообщает, что дело в неправильном управлении питанием. И уже выпустили новую Агессу или Аджису, как они сами говорят, в которой будут исправления. Будет ограничение в 1,3 вольта введено для системы на чипе. И также больше не будет подаваться слишком высокий ток по тем пинам, по которым он мог подаваться ранее. Это вроде как должно решить все проблемы. Но как-то скажется на разгоне памяти, пока непонятно, потому что это тоже влияет. И также функция EXPO, которая связана напрямую с этими проблемами, по всей видимости, она продолжит работать, но будут введены вот эти ограничения. Если у вас процессор 7000 серии и BIOS для вашей материнской платы пока еще не вышел, если вышел, просто ставите BIOS. Если еще не вышел, то AMD рекомендует, точнее не AMD, а сообщество рекомендует понизить напряжение везде до рекомендуемых значений и зафиксировать их. Тоже 1,3 вольт поставить на систему на чипе, чтобы саморазгон материнской платы не задирал напряжение выше данных значений. Иначе вы тоже находитесь в зоне риска. Сами AMD сообщают, что те, у кого сгорели процессоры, могут обратиться в гарантию с процессором, с материнской платой и так далее. И если у вас как раз такая ситуация, но вы находитесь в нашей стране, расскажите, пожалуйста, как у вас все разрулилось. Если у вас такая вот беда произошла, процессор сгорел, материнка тоже сгорела, обращались ли вы в магазин с гарантийной помощью и помогли ли вам? И пишите, в какой магазин обращались и какой результат. Интересно будет посмотреть вообще, что происходит по части данной ситуации у нас. Ну и немножко новостей не про NVIDIA, AMD и Intel. Ученые разработали экран, способный надувать определенные зоны. Создатели Flat Panel Haptics отмечают, что пока реализовали только ограниченный набор форм и размеров надувных клавиш. Однако это очень перспективное направление, в том числе для портативных приставок, но и не только для них. Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, Volkswagen, Renault ограничили функциональность своих приложений для российских пользователей. И теперь, к сожалению, невозможно дистанционно разблокировать двери, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива, а также обновить программы, контролирующие работу электроники автомобиля. Мы также проверили автомобили Volvo и BMW. С ними пока таких проблем нет. Браузер Microsoft Edge, как выяснилось, отправляет в Bing адреса всех посещаемых пользователями веб-сайтов. Выяснилось, что дело в баге функции Follow Creator. Пока данную функцию лучше отключить. Также для Windows 10 вышло последнее обновление с новыми фичами. И отныне для Windows 10 перестанут выходить новые функции. Что касается поддержки операционной системы на уровне обновлений безопасности, то она продлится до октября 2025 года. Но новых функций уже не будет. LTSC будут иметь поддержку до 2027 года. Еще одна интересная новость. Microsoft стала предлагать не попавшим под санкции компаниям из нашей страны продление лицензии на программное обеспечение. Таких предложений якобы поступило уже более тысячи для компаний, которые под санкции не попали. И тут, конечно, хотелось бы сказать, что американские компании не хотят терять своих клиентов в России, в отличие от европейских. Но в случае с каждой компанией все индивидуально. Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в нашей стране на 1,9 миллиарда рублей. Хотя это тоже американская компания. И здесь есть на самом деле второй фактор. А вот кому будет хуже от того, что российские компании перейдут с Microsoft на продукты от российских компаний, которые не будут отправлять телеметрию на серверы в Америку. То есть будет российская операционная система, российский офис, какой-то другой бизнес-софт. Заинтересованы ли сами американцы в этом или нет. Так что в случае с Microsoft все на самом деле не так однозначно. Возможно, это решение принято чисто потому, что ни Microsoft не хотят, чтобы российские компании переходили на российский софт. Ни американцы в целом не хотят, чтобы российские компании переходили на российский софт. А вот в случае с Sony, по-моему, все вполне себе однозначно. Сейчас под раздачу попали многие, не все, многие турецкие аккаунты у наших сограждан с играми. Вроде как это связано либо с теми случаями, когда какая-то мутная схема по оплате была, которой Sony не понравилась, либо мутная схема по разделению аккаунта между несколькими людьми. У тех, у кого этих проблем Sony не выявили по своим вот критериям, пока еще все в порядке. Но все это очень неприятно. И здесь я бы хотел поговорить немножечко о фанбойстве. Вот есть фанаты Intel, фанаты AMD, фанаты NVIDIA, фанаты Apple, фанаты PlayStation, фанаты Xbox. Люди проявляют лояльность на протяжении многих-многих лет, стабильно заносят компаниям денежки. В какой-то момент происходит ситуация, которая никак не связана с личными решениями данного конкретного пользователя, геймера, покупателя и так далее. И компания, которая живет за счет таких вот людей, просто берет, вытирает об него ноги, плюет на него, уходит. Человек пытается как-то продолжить пользоваться сервисами данной компании, оставаться вот в этой экосистеме, в той мере, в которой он может. И компания начинает вставлять палки в колеса данному человеку. Не входит в его положение, не входит в его ситуацию, ведет себя максимально цинично. И раньше было выгодно брать его деньги, а сейчас конъюнктура поменялась. И компании перестало быть выгодна что-то иметь с деньгами этого человека. Вообще как-то его поддерживать, как-то обслуживать, как-то ему продолжать предоставлять сервис. Исходя из этого, я могу сказать, что наше с вами фанбойство, если оно где-то проявляется, это чисто наша внутренняя заморочка. У компаний, у корпораций таких же заморочек по отношению к своей собственной фанбазе нет. Все, что их интересует, это прибыль и выгода с точки зрения пиара, в том числе, здесь и сейчас. Если им становится по каким-то параметрам невыгодно с вами работать, брать ваши деньги, они не будут учитывать фактор вашей лояльности вообще никак. Ну а на сегодня все. С вами был Илья. До новых встреч на ProHightech. Пока. Продолжение следует...